Вот видите как. Кофебрейк закончится, значит очередей будет меньше. Мы на самом деле хотели немножко разнообразить все наши интернет-стартапы, и у нас есть для разнообразия не интернет-стартап. Стартап, который занимается производством реальных продуктов. Даже более чем реальных. Я не буду говорить, что они производят, потому что они сами, я надеюсь, покажут, что они производят. Но проект появился осенью у нас на одном из Харвестов, и нас упрекают в том, что мы не показываем готовые истории успеха. История успеха для стартапа – это, наверное, история достижения каких-то таких текущих результатов. Когда вы создаете компанию, сложно сказать, она стала успешной, и все. Это не какой-то такой окончательный результат успеха, это достижение каких-то текущих целей. Вот проект MoonBuggy уже достиг каких-то текущих результатов и скажет про них пару слов. Да, здравствуйте. Меня зовут Марина. Я сегодня представляю проект MoonBuggy. Он немного необычен для этой конференции, потому что действительно мы не IT-проект. MoonBuggy суть в том, что конструкторское бюро МАИ разрабатывало луноход. А потом поняло, что разработки лунохода – это очень долгий и дорогостоящий. Параллельно можно сделать клевый бизнес-проект, который мог бы заинтересовать инвесторов. Задумались мы об этом в сентябре этого года. Съездили на стажировку в Германии, пообщались с специалистами немецкими, которые занимаются подобными разработками. Сейчас в нашем багаже есть готовый прототип. Если можно показать его фотографию, там должна быть папочка MoonBuggy. К сожалению, я забыла сегодня флешку с презентацией, поэтому есть только вот такая фотография и есть видео. Желающий могу показать. Оно есть на YouTube. У нас есть целый портал, где вы можете ознакомиться. Наша машина была построена за пять недель перед отъездом на международные соревнования, которые в нашем багаже уже есть, и мы получили приз «Лучшая международная команда». Его называют «Русский трансформер», потому что с виду он кажется такой неказистый, потому что еще мы не работали над дизайном, но здесь уже есть три вещи, которые можно запатентовать и которые будут стоить очень дорого. В «Октябрьском Харвесте» мы нашли себе бизнес-ангела, который поддержал проект и вложил в него инвестиции. Сейчас у нас есть контракт с заказчиком, первым нашим заказчиком, и где-то в июне будет готова первая промышленная модель. Стоимость одного образца 150 тысяч рублей. Он изготавливается специально на заказ под конкретного пользователя. То есть мы обсуждаем дизайн, конструкцию, какие задачи он должен выполнять. Он развивает скорость до 70 км в час, от 70 до 80. Может перевозить вес до... Он выдерживает до 500 кг на себе, выдерживает высоту падения с 4 метров, если его сбросить. Очень прочный, и подчеркиваю, что он обладает высокой проходимостью и большой скоростью. Сейчас мы планируем к концу года выйти на производство 10, 12 подобных машин в год. И почему мы сюда пришли? Мы приглашаем партнеров и инвесторов в данный проект. Сейчас мы разрабатываем не только усовершенствуем узлы этой конструкции, но и хотим добавить побольше техники, роботизируем модель, хотим сделать автопилот, то есть неуправляемую модель робота. Можем сделать GPS-навигацию и встроенные видео. То есть если вы хозяин какого-то крупного заповедника, экологические парки, крупные какие-то гостиницы загородные, то у вас могут быть такие машины по территории, можно поставить... Они могут ездить только по территории, и это можно контролировать, и можно смотреть, где что происходит, где какая машина располагается. Вот видите, здесь опера катает на своих вело-вело вот этих вот колясках. Да, да, надо было прикатить такую, мы бы посоревновались. Вот это то же самое, только гораздо более проходимое, более грузоподъемное. Да, и на соревнованиях мы выиграли приз, лучшая международная команда, и наша модель стала самой необычной, поскольку здесь используются как бы космические такие технологии, которые на века, которые... Марина, видимо, из скромности не говорит, что за соревнования. Соревнования проводит небольшая организация, которая называется НАСА, которая, может быть, вы знаете, занимается полетами в космос, там, исследованием всяких там звезд и всего остального. Они проводят международные соревнования по гонкам вот на таких вот похожих конструкциях, которые имитируют прохождение луноходов по лунной поверхности, трассы имитируют собой лунную поверхность. Команда из 70 стран мира в этом всем безобразии участвует, и команда Марин как раз стала победителем международной части этих соревнований. Именно благодаря площадке Харвест мы нашли своего первого бизнес-ангела. Спасибо. А что интересно? Применение. Ну, допустим, если это гостиница, там куча вот этих классных машин. Но это, может быть, развлечение, да, наверное? Да, это как фан, как развлечение, спорт. Любой житель города, ну, как бы промышленная модель, она будет весить где-то 45 килограмм. 40-45 килограмм. Она может складываться в куб. Эта машина складывается в куб метр двадцать на метр двадцать на метр двадцать. Мы работаем над тем, чтобы она могла складываться в куб там метр на метр на метр, да? Это может быть как маленький прицепчик, можно как дополнение. Есть велосипеды, а есть веломобиль, на котором вы можете ездить по внедорожью. То есть уезжаете за город и отдыхаете. Здесь в кулуарах там Григорий Бакунов из компании Яндекс, который, если не ошибаюсь, публично прокоммитил интерес к подобной конструкции и чуть ли не первым заказчиком, да, потенциальным является. Первый заказчик уже есть. Нет, первый заказчик – это Сколково, а второй заказчик, мы ведем с ним переговоры, пока не подписали контракт, не буду озвучивать. Сколково – это которая школа? Спасибо. Еще раз поздравляем. Еще два проектика у нас осталось. Один из проектов – Акшел. Тут часто многие считают, что покупка проекта – это уже показатель успешности. Вот, насколько я знаю, Акшелу было предложено чуть ли не продаться на одном из харвестов. По крайней мере, нам, как организаторам, говорили, что есть интерес, вас хотят купить. Здесь, видимо… Они врали. Видимо, они обманулись, жалко. Так, откройте, пожалуйста, презентацию нашего Акшелу. Акшел. Да. Здравствуйте, меня зовут Антон, и мы ждем презентацию. Вот так, а где? Так, я представляю компанию Акшелу, и мы занимаемся платформой веб-приложений на серверном JavaScript. Для начала я расскажу вам о том, как сейчас создается веб-приложение. И небольшое отступление. Вот вы сюда наверняка все добрались, ну, многие, большинство добралось на автомобиле. Как вы это сделали? Вы, скорее всего, просто вышли из дома, сели в автомобиль и приехали сюда. Большинство. Теперь представим, что вам сначала нужно было собрать этот автомобиль. В этом подходе было бы два минуса. Во-первых, вам пришлось бы как минимум раньше встать. И, во-вторых, большинство из вас, наверное, все-таки не смогло бы это сделать. Ну, я, например, не смог бы. И современное веб-программирование, оно именно таково. То есть люди каждый раз собирают уже известные технологии вместе, все это отправляют на сервер и все это администрируют. То есть сейчас, чтобы создать даже минимальное веб-приложение, вам нужно, во-первых, установить множество программ локально. Во-вторых, собственно, написать код, то, что вы должны сделать. В-третьих, вам нужно купить сервер, развернуть на нем все необходимое программное обеспечение, задеплоить туда ваше приложение и после этого администрировать его до бесконечности. В этом подходе те же проблемы, что и с автомобилем. Во-первых, высокий барьер вхождения. И, во-вторых, куча рутинных операций, которые повторяются одна за одной. То есть если пользователю хотя бы не приходится изобретать колесо, то как минимум его приходится каждый раз его прикручивать. А теперь вернемся к аналогии с автомобилем. Представьте, что у нас нет автомобилей, все занимаются сборкой. И внезапно появляются компании Boeing и Airbus и говорят, что у нас есть опыт и технологии перевозки огромного количества людей на огромное расстояние с огромной скоростью. Кому, как не нам, на базе этих технологий создать необходимое транспортное средство, личное для каждого из вас, то есть автомобили. Это то, что сейчас происходит с облачными технологиями. То есть по идее облачные технологии, они должны все это абстрагировать и вам предоставлять какой-то удобный интерфейс, чтобы вы могли не собирать автомобиль каждый раз. На самом деле в данный момент крупные вендоры, такие как Google и Microsoft, и их продукты, соответственно, Google App Engine и Microsoft Azure, они являются такими же Boeing и Airbus, которые свои технологии для огромного количества и огромных нагрузок, для огромного количества людей, они предоставляют вам как личное транспортное средство. Теперь представьте себе, как выглядел бы автомобиль от Boeing, например. Я думаю, что это было бы не самое удобное транспортное средство. Я думаю, что на самом деле оно выглядело примерно так. И, конечно, эта штука очень мощная, но пользоваться ей, чтобы доехать на конференцию или на работу, как-то не очень удобно. Поэтому мы сделали акшу. Это облако с человеческим лицом. Мы концентрируемся не на экономии затрат в таких юзкейсах, как, например, вы каждый год, 31 января считаете число P до триллионного знака. Тогда вы сможете сэкономить на облаке. Нет, мы концентрируемся на экономии ресурсов разработчиков, времени разработчиков. То есть мы просто упрощаем веб-разработку, делаем ее более доступной. Вот наши ключевые… Вот наша среда разработки. Наша платформа обладает минимальным барьером вхождения. Для того, чтобы начать разработку, вам нужно сделать ровно один клик на нашем сайте. Вы сразу же получаете эту среду разработки. Вам не нужно даже регистрироваться. На самом деле она обладает действительно десктопным look-and-feel. То есть она по опыту ее использования, вы практически забываете, что это веб-приложение, что оно работает через браузер. Это такое же полноценное десктопное приложение, но его не нужно устанавливать. И одна компания даже попросила у нас сделать воркшоп для них по фреймворку Капучино, потому что им очень понравилась наша среда разработки. И мы где-то через неделю в Калифорнии сделаем этот воркшоп для них. Итак, наше основное преимущество. Во-первых, это низкий барьер вхождения. Как это достигается? У нас используется язык JavaScript на сервере. Язык JavaScript также используется в браузере, поэтому его знают абсолютно все веб-разработчики. И действительно, по опыту любой PHP или Python программист, с которыми мы работали, они осваивают нашу платформу за день, если не за вечер, и без проблем начинают с ней работать. Второе – это простота использования. Заключается, достигается тем, что мы предоставляем не только браузере на среду разработки, но и облачную инфраструктуру исполнения. То есть мы полностью обеспечиваем разработчика всем необходимым для разработки и хостинга приложений. Мы снимаем проблемы развертывания, администрирования и масштабирования приложений, то есть всю рутину, которая совершенно никому не нужна, не интересна. И на самом деле это моя личная проблема, потому что всегда, когда я занимался программированием, мне хотелось творчества именно, а когда инструменты становились на моем пути, это меня дико просто злило, и на самом деле в этом процессе погибла ни одна клавиатура, ни одна мышь. Поэтому именно для этого я создавал Акшу изначально. И последнее – это интегрированность. То есть в нашем решении среда разработки, она знает все о нежележащей архитектуре, и она интегрирована с ней. Мы создали весь стек технологий, начиная от самого нижнего уровня кода, который исполняет приложение, начиная дальше серверная инфраструктура и сверху среда разработки. И все это взаимодействует совершенно бесшовно друг с другом. За счет этого мы хотим достигнуть такого подхода, как у компании Apple, в которой вы просто открываете компьютер и начинаете с ним работать. Вам не нужно заботиться о каких-то драйверах и так далее. Также у нас, вам не нужно заботиться о совместимости версий и прочем. Все это мы обеспечиваем мы, без всяких вопросов. И если у пользователя возникают какие-то проблемы с платформой, он знает, что единственные люди, за которые ответственны – это мы, и мы всегда поможем. Теперь немного о наших проблемах. Все проблемы являются общими вообще для платформ. Первая особенность в том, что бизнес-модель бизнеса на платформе, она зачастую является нетривиальной и совсем непрямой. Большинство бизнесов на платформе имеют деньги совсем не с платформы. Классический пример – это Microsoft, который зарабатывает на самом деле совсем не на Windows, а на приложениях для Windows, прежде всего на офисе. Соответственно, мы еще продолжаем работать над нашей бизнес-моделью, но понятно, что это будет особенно изначально совсем не биллинг просто приложений за использованные ресурсы, потому что это совсем low profit margins, и для того, чтобы на этом хоть что-то заработать, надо иметь дикое количество пользователей. И Google, конечно, не разглашает свои данные насчет App Engine, но я думаю, что даже они не смогли привлечь такого количества пользователей, чтобы на этом что-то заработать. Вторая проблема – это проблема курицы и яйца. Она заключается в том, что чтобы на платформе было много разработчиков, нужно, чтобы там уже было много библиотек, много готового кода. А чтобы там было много готового кода, надо, чтобы там было много разработчиков. И последняя проблема – это лояльность разработчиков. Мы должны привлекать людей на платформу. И дело в том, что разработчики – это такая непростая аудитория, и с ними работать довольно, порой бывает, нетривиально, потому что, в отличие, скажем, от людей бизнеса, они руководствуются совсем другими вещами, и поэтому с ними нужен особый подход. Теперь как мы будем решать эти проблемы? Начнем с конца. Мы сами же являемся разработчиками, поэтому мы прекрасно понимаем их нужды, и поэтому у нас уже, я считаю, что для того срока, который мы работаем, уже отличные результаты по лояльности. Скажем, наши пользователи создают тьюториалы для платформы по качеству, лучше даже, чем те, которые в свое время написал я. И решение двух первых проблем – это бутстрейпинг. И мы очень счастливы, что наш бизнес, он позволяет делать этот бутстрейпинг, потому что для большинства стратапов это невозможно. Но у нас это не только возможно, но это даже нужно. Потому что, во-первых, что такое бутстрейпинг в нашем случае? Мы, наша платформа создана для того, чтобы люди писали на ней веб-приложение. И мы занимаемся чем, что пишем на ней веб-приложение, да. И таким образом, во-первых, мы адаптируем ее к реальным нуждам, мы узнаем нужды реальных клиентов, реальных разработчиков, ну, партнеров, с которыми мы работаем для этого, и клиентов, которые делают нам заказы. И, естественно, таким образом она становится не каким-то сферическим конем в вакууме, а настоящей вещью, которая действительно работает для реальных нужд бизнеса и разработчиков. Второе – это, естественно, деньги на развитие. Так как привлекать на данном этапе инвестирования – это не самое выгодное дело, поэтому это лучше отложить или, возможно, вообще от этого отказаться. Ну, в общем, в данный момент это не актуально для нас. И как раз вот то, что говорил представитель банки.ру о том, об их опыте работы с инвесторами, мы очень счастливы, что мы сейчас не хотим, нам не нужно получать этого опыта. И последнее – это гибкое управление. Я уже говорил о том, что бизнес-модель у нас нетривиальная, поэтому нам очень важно иметь возможность менять, скажем, направление бизнеса, лавировать, когда это нужно, чтобы… И даже иногда менять, если нужно, менять бизнес-модель, чтобы все было классно. Вот. Это наши контакты. И в заключение я хотел бы поблагодарить Greenfield Project. Я уверен совершенно, что эти пять человек делают для стартапов в России больше, чем весь проект Сколково, потому что самое главное для стартапов – это общение, а не деньги. Так что большое вам спасибо. 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 Давайте один вопросик, если есть, быстрый. Есть? Или лучше пообщайтесь с Антоном в кулуарах, наверное. Так можно будет спокойнее все это сделать. Спасибо большое, Антон. Успехов с Акшелом. Спасибо. И, наконец-то, последняя презентация. Самая стремительная, самая яркая. Уже много раз она у нас делалась на разных мероприятиях. Приглашаем сюда проект ВОНа. ВОНа сами знаете что. Рустам расскажет, как они сейчас называются. И как они дошли до жизни такой. Ну давайте поздороваемся для начала. Моя презентация называется ВОНа Фан 2011 Риф. Во, точно она. Ну что, тут наводки рифовской. Вначале сказали, что у нас сейчас 57 миллионов человек в интернете. Из них порядка 30-ки, чуть больше. Это активная аудитория суточная Рунета. И порядком 25% так или иначе знакомятся в социальных сетях. Мы решили сделать еще один дейтинг. Но сразу давайте небольшую историю расскажу. 8 миллионов человек в месяц могут знакомиться в интернете. Но какие типы сервисов они используют? Традиционные сервисы знакомства – это устаревшая модель дейтинга. Но она очень успешно, наверное, впечатляет интернет-предпринимателей публикации Финамо о Мамбе. И меня впечатляет вообще все, что творится на сервисе Мамбо. Это супер-супер штука для знакомств. Это один из видов. Есть еще такие, так называемые, серьезные дейтинги, которые пытаются запуститься. Пытался и Финамо его запустить, и, упаси господи, Тиама. У них ничего не получается, ровно потому, что люди не понимают одну штуку. У нас нет личного психолога в России ни у кого. И у нас история про длительное заполнение анкет, она не работает. Есть еще одно быстрое знакомство. Они только-только зарождаются в виде нашего сервиса. Я сейчас расскажу, как там можно зайти и посмотреть, как работает экспресс-дейтинг. На главной странице мы можем настроить глобальный фильтр по пользователям. И видим огромное полотно, которое несется мимо вас, как толпа. А, кстати, господа, мужчины. Быстрый дейтинг – это не означает за пару фраз развести девушку на секс. Быстрый дейтинг означает быстрый отклик от собеседника. И понимание, стоит с ним общаться или нет. Это не чтение долгих анкет, а это непосредственно общение между друг другом. Мужики нас обманули, расходимся. Так вот, летят девушки. Причем сверху можно настроить канал. Не только что до 30 лет я с девушкой из Питера хочу познакомиться. Но и выбрать какие-то каналы, которые разделяют на потоки вот эти вот симпатичные женские лица. Что мы делаем дальше? Дальше выбираем какую-то интересную и пытаемся с ней познакомиться. У нее возникает входящий вызов. Вот здесь он на сайте показан. Ждем ответа. Ждем ответа. Там порядка 20-30 секунд. Она видит, что ее вызывает молодой человек, мою аватарку и мой возраст. Больше ничего. Дальше начинается чат, который ограничится тремя минутами. За три минуты нужно успеть понравиться человеку. Лузеры могут воспользоваться вот этой вот штукой здесь по интересам. Этой пользовательнице выдаются интересные для нее темы. Причем это построено таким образом, что за одну сессию девушка увидит обсуждение ее интереса только один раз. Дальше система будет переходить к следующему интересу и никто не будет ее донимать однотипными вопросами. Ну да, конечно, но мы же помогать должны. Не просто сводить людей, нам же и деньги зарабатывать с них потом. Далее три минуты закончились и система задает главный вопрос. Вот когда два собеседника отвечают, да, окей, мы хотим продолжить общение, они переходят в контакт-лист. А если хотя бы один говорит, что что-то не то, они больше на сервисе не увидятся. Далее все общение происходит, как в скайпе. Здесь мы видим наш контакт-лист. Это те девушки, с которыми я прошел там трехминутное тестирование. Они долго, анкета совершенно непонятная, да, как в серьезных дейтингах. Здесь все не серьезно, но быстро. Дальше я могу с ней общаться в любой момент времени. Профайл содержит только ее фотографии. Ну, рассмотреть со всех ракурсов девочку модель можно или там мальчика. Здесь внизу мы видим, куда ее можно пригласить. Пригласить ее можно на мероприятие или подарить ей подарок. Все подарки, вообще весь функционал, который завязан на деньги, у нас находится в Воношопе. В Воношопе это огромная афиша разных мероприятий, событий, подарков. В подарке, вот, например, смотри, 300 рублей платит человек. Девушке приходит сообщение о том, что у нее теперь есть, оказывается, в профайле купон на 1000 рублей в салон Моне. Но это гораздо прикольнее, чем симпатичный мишка, который у еще 20 тысяч пользователей висит в профайле. Она его распечатала, пошла воспользовалась. Здесь расписание того, с какой девушкой куда я иду, от какой девушки я получил подарок. Календарь событий для пикаперов, идеальная штука, идеальный инструмент. Причем, вот я вернусь назад, чем мы отличаемся от сервиса коллективных купонов? Мы социализируемся сразу, при клике на пользователя мы можем выбрать, с кем мы идем. Деньги списываются ровно в тот момент, когда в чате она соглашается пойти с тобой на мероприятие в клубе Высюки. Естественно, мы не сами все это набираем. 180 предложений у Бигбази, которые актуальны на данный момент, единомоментно на сайте. Мы решили договориться с ними, потому что Биглеон все-таки проиграл гонку по креативу с Бигбази и запустив Ауди без фокусов, было прикольно. Мы сейчас с ними договорились в общих мазках, сейчас осталось договориться о самом неинтересном, о деньгах. Внутренности сервиса, как мы там работаем, почему у нас нет проституток. На сайте есть на пользователях во время общения, на фотографиях вот такой значок «Аморально». Знаете, все используют такую штуку «Пожаловаться». Навязчивое предложение, предложение секса, грубиян и прочее. На самом деле, кому-то это вполне себе допустимо в общении. Так вот, если вам это недопустимо, вы кликаете на этом пользователе значок «Аморально», и человек, когда у него слишком низкая карма становится, карму мы не раскрываем. Но как только у нас очень много жалоб поступает, мы его перекидываем на сервис «Вонафейл». «Вонафейл» — это колония прокаженных «Вонафана». А куда мы человека можем отправить? На двое суток или пожизненно? Да, лепра. Там он имеет ровно тот же функционал, просто контингент, который его окружает. Это люди такие, как и он сам. Время заканчивается? Ну тогда я, смотрите, расскажу еще немного. У вас время на большую сцену. Да? Ребята, вы хотите расходиться и мне закончить? Закончить. Итак, что такое API для разработчиков? Мы открываем API и показываем разработчикам, которые могут разработать приложения для нашего сервиса и встать в эти вкладки. После этого канал начинает работать не только на нас, но и на вашу разработку. Мы делимся деньгами. Скоро будет документация, готова внешне. И один сервис — видеочат, чат-рулет, только интегрированный в нас, мы уже сейчас связываем в один из каналов наших. Ну и, естественно, мы хотим наших пользователей на улице, в пробках, в библиотеке, везде. И даже когда они сидят в своем уютном контактике, мы тоже хотим их и там. Мы запустили бету несколько дней назад. Разослали всего чуть-чуть из ожидающих, всего чуть-чуть инвайтов. Зарегистрировали вот столько. Ежедневно 60% заходят. Я ужаснул сегодня ночью, посмотрел, сколько сообщений уже оставили в системе работать штука. В даунтайм мы уходили всего на чуть-чуть. Успели и забанить. Что мы хотим, чтобы все вопросы снять в конце, стандартные. 800 тысяч регистраций, из них 550 активных, платящий чек средний на пользователя в 10 баксов. И 2% базы хотим монетизировать. В конце света мы будем вот такими. Вчера 13 часов буквально прошло. Чернила еще не успели остыть на договоре. Venture Browers дали нам дополнительные сколько-то нам, 100 тысяч долларов. И я вот просто после сделки приехал, немного не выспавшийся. Но Venture Browers, наверное, известный вот таким вот своим приложением, Intexy, которое только-только запускается. Сейчас у нас регистрация закрыта, мы никого не пускаем. Кто хочет, у меня есть карточки с кратч-кодами. Мы можем вам их вручить, зайдите, посмотрите. Собственно, все. Сказали быстро, закончено. Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что присоединяется к нашей секции. Наши извинения перед организаторами следующей секции за то, что мы немножко задержались. Надеюсь, было интересно, полезно. Успехов нашим проектам, успехов вашим проектам. Спасибо. У нас, по-моему, это третья какая-то ситуация. Все хотят дать денег, пока мы не будем брать. Берем монеты, но берем монеты. Раз. Тоже есть? Раз. Кто на следующую секцию на 12.30? Отлично. Кто не поднимает руки, вы, наверное, меня не слышите. Или вы просто останетесь здесь. Те, кто хочет обновить презентацию, вы, если Сергею отправляли, я про Startup Point, сейчас будут презентации стартапов. Если вы свою презентацию хотите обновить, ее можно будет сделать возле того молодого человека. Молодой человек, подними руку. И там будет сейчас Сергей стоять, он все стартапы, все презентации видел, знает. Кто не подавал заявку, выступить не сможет. Сейчас сделаем 5-минутный перерыв на то, чтобы эксперты расселись и презентации подготовились. 5 минут, 5 минут и начинаем. Извините за задержку, это не наша вина. Основатель сообщества Startup Point. Мы сводим стартапы с инвесторами. Я сейчас, в принципе, расскажу то же самое, что было 20 минут назад, но, наверное, публика немножко обновилась. Мы работаем с инвесторами, собрали огромное количество участников, стартапов, инвесторов, проехали по всей России, уже вышли в СНГ. Мы есть в Казахстане, в Украине и будем с мая в Беларуси. То есть 4 страны, 20 регионов. В Москве все миллионники и субмиллионники уже с нами работают. Вот, кстати, первые презентации, которые я называл, «Маяка», «Новосиб», «С миру по нитке» — это новосибирские гости. Молодцы, доехали. В базе 2500 проектов у нас, поэтому к нам приходят инвесторы. Инвесторы бывают финансовые и стратегические. Финансовые — это те, которые хотят вложить, а потом с мультипликатором выйти из этого стартапа. Например, есть бизнес-ангелы. Это преимущественно из вот этих 200 инвесторов. Это те частные инвесторы, которые хотят вложить чуть-чуть и чуть-чуть вынуть потом. Но можно и не чуть-чуть, тогда это уже ближе к финансовым, к фондам. Есть стратегические инвесторы. Это самое последнее в цепочке эволюции стартапа звено, когда финансовые инвесторы вложили, стартап уже генерирует прибыль или просто у него классная технология, и стратегический инвестор говорит, все, хочу, покупаю целиком. Таких стратегических инвесторов у нас сейчас три. Первым год назад на РИФе Аркадий Волош вышел и сказал, все, работаем со стартап-поинтом. В сентябре мы нашли… Я что-то не так говорю, господа из Яндекса? Ты говори, говори. Да, если будут какие-то комментарии, пожалуйста, выскажитесь. Значит, мы в сентябре нашли для них веб-визор. Для компании HeadHunter, второй стратегический инвестор, с которым мы работаем, мы нашли Actio TV. Это была нестандартная такая сделка, стратега со стартапом. Это президент группы компании HeadHunter Юрий Веровец стал частным инвестором, купившим за 100 тысяч долларов 3% компании. Actio TV почему… Сейчас, что-то загорелся. За 3% он заплатил 100 тысяч долларов. А потом, кстати, Алексей не сказал это на презентации, поскромничал. Юрий еще вложил денег, но я уже не буду называть сумму к нему. Юрий? Не расслышал. Ну ладно. СКБ Контур – это третья компания, для которой мы нашли документовед. И сегодня событие для нас очень важное. Мы начали работать с Соловаром. Крупнейшая игровая компания в России, которая будет искать стартапы игровые. Actio TV выступал. Вот как-то так. Вопросы, может быть, есть? Если вы стартапы хотите подать заявку на инвестиции, вам нужно добавиться в каталог. Если вы это уже сделали, ждите, вам позвонят. Отлично. Я вижу очередного, вернее, последнего, нет, предпоследнего эксперта. Подходите, я перехожу к представлению экспертов. Вот если у Яндекса есть, что сказать по поводу моей презентации. Тут еще один человек из Яндекса сидит. Григорий Бакунов, Яндекс. А что я должен сказать? Ну, если очень коротко, то, конечно же, Аркаша ничего не говорил на тему того, что он будет работать со стартап-пойнтом. Но мне нравится твой оптимизм. Чтобы ты так не говорил, я специально заснял год назад видео и могу показать. Хорошо, Ксения Ёлкина выступит сейчас после представления экспертов. Тоже Яндекс. Дальше, господа, представляйтесь. Рауф Алиев, директор по разработкам Ханапэй. Михаил Гуревич, замгенерального РБК, генеральный директор Медиамир. Сергей Негодяев, Руна Капитал. Андрей Куликов, стартап-акселератор Fastlane Ventures. Отлично, давайте поаплодируем всем. Инвесторы есть, эксперты есть. Можем переходить к Яндекс.Фабрике. Привет. Неделю назад Яндекс объявил программу инвестиций Яндекс.Фабрика. Итак, что такое Яндекс.Фабрика? Яндекс.Фабрика – это программа инвестиций компании Яндекс, которая была запущена неделю назад. Поэтому все вопросы «а как вы раньше инвестировали?» Они не имеют смысла, потому что инвестировать мы начинаем ток-ток сейчас. За прошедшее с прошлого Киборифа время, то есть за год, мы купили два проекта. К Яндекс.Фабрике это не имеет никакого отношения. Не проект, а технологии. Про одну из них вчера рассказали на Киборифе, про вебизор. Значит, сколько дают, за что дают? Даем мы в среднем от 50 до 150 тысяч долларов за долю в среднем в компании 20-30%. Это может быть меньше и без доли, это может быть больше и за большую долю. Все зависит от проекта, от стартапа. Кому дают? Дают тем, кто сделал то, что Яндекс пока не сделал, не смог сделать. Это, конечно, редкий случай, но тоже так бывает. Не думал пока сделать, но так заинтересовался, что решил сделать. В общем, все это про сервисы и технологии, которые нам интересны в рамках своей работы. Не только потому, что мы там что-то хотим покупать, и не столько потому, а потому, что у нас есть экспертиза в этих вопросах. За что дают? Тут я взываю к массам сходить на страницу Яндекс.Фабрики и Яндекс.Старта и почитать внимательно, за что дают. Какие проекты нас интересуют, на каких стадиях. Для тех, кто читать не умеет. Мы засняли видео. 8 менеджеров компании Яндекс, которые лично заинтересованы в том, чтобы работать со стартапами, рассказали, что им интересно. Это надо пойти и посмотреть, прежде чем принимать решение и подавать заявку. Как дают? Вопрос, который интересует всех больше всего. Сначала приходят заявки. Мы их смотрим. Отбираем из двухсот, пару десятков, которые показываем менеджерам. То есть менеджеры, которые занимаются схожими направлениями, смотрят на проект, оценивают его с технологической точки зрения. С технологической, с бизнесовой и так далее. Менеджеры говорят, да, клево. Или нет, не клево совсем, потому что мы это делали 10 лет назад и закрыли 5 лет назад. Так тоже бывает. Если менеджеры сказали, что это клево, мы продолжаем разговаривать, независимо от того, интересен ли этот проект менеджеру в качестве партнерского проекта или покупки технологий или интеграции в какие-то сервисы Яндекса. Если менеджер высоко оценил проект, мы начинаем разговаривать с проектом о финансовых моделях, бизнес-моделях и так далее. После чего принимается решение об инвестициях. Куда бежать, чтобы получить деньги? На сайте company.yandex.ru слева есть списочек выступлений и публикаций, раздел Яндекс.Старт. Клик туда. Потом вы читаете все это внимательно, смотрите видео, которое не влезло в этот скриншот. А потом тык вот сюда, Яндекс.Старт. Два слова о том, что такое Яндекс.Старт и чем он отличается от Яндекс.Фабрики. Яндекс.Старт – это ежеквартальное мероприятие, которое проходит в компании Яндекс, в рамках которого в зале присутствует весь топ-менеджмент Яндекса, проектные менеджеры, разработчики, которые смотрят на проект и потом их обсуждают. После этого принимаются какие-то решения. Это, собственно, лучший способ найти сторонников в компании Яндекс. Могу сказать, что с последнего Яндекс.Старта мы ведем переговоры с больше, чем половиной проектов. И я думаю, что скоро вы услышите некоторые новости по этому поводу. Если есть вопросы, пишите на ventures.yandex.team.ru. Мы вам ответим. Спасибо. А, ну еще можно прямо сейчас вопросы позадавать. Да, это к вопросу в том числе. Виталик расписался за Яндекс, что стратегический инвестор – это только тот, который уже хочет, берет и покупает. Нифига подобного. Мы готовы инвестировать, причем на довольно ранних стадиях, помогать людям развиваться, расти и как-то все это делать в правильном направлении. А не только покупать с потрохами. Нет. Все, спасибо. Вопросы? Вопросы есть? Кто вообще слышал меня и Ксения сейчас до этого? Нас не будем слышать до этого. Тогда давайте переходим к проектам. Первый проект – 7 утра. Четыре минуты, и потом обратная связь из зала. Так, у нас времени чуть-чуть меньше, поэтому… Три минуты или четыре? Да, это налоги. Здравствуйте. Меня зовут Роман Артемов, я представляю проект Семер ТВ. И изначально мы начали создание технологии легкого видео. Что мы сделали? Мы взяли баннерные места, разместили сенсорный слой, и таким образом теперь видео, либо баннеры, они стали интерактивными. Можно с них прямо звонить бесплатно, общаться в чате, получить скидку, ну и так далее, и так далее. Вот так это может выглядеть, например. Далее мы разработали систему учета, это сайт всюд.ком, где есть полностью переходы, просмотры, показы, все учитывается, все действия. Создали сеть под всюд.ком, в которую сейчас входит несколько десятков тысяч сайтов, аудитория которых суммарно – это 32 миллиона 747 тысяч человек. Это компании, которые мы проводили. Вот вы видите показатели, которые получились. То есть показатели очень высокие. В основном, конечно, это те клиенты, у которых уже есть видео. Хотя сейчас мы разрабатываем и видеоконтекстную рекламу, то есть у нас есть ряд видеоматериалов, и мы к ним крепим текст, также размещаем в баннерных местах. Это наши клиенты, с которыми мы уже поработали. Сейчас мы хотим создать новый сервис, который позволит агентствам получать новых клиентов, рекламодателям разместить рекламу буквально за одну-десять минут, то есть очень быстро. Не нужно не писать никаких ключевых слов, ничего такого делать, потому что наша программа анализирует сайт клиента и выясняет из сайта клиента, что же ему нужно, собственно, какие клиенты. Владельцам сайтов увеличить свою выручку, так как у нас конверсия значительно выше, чем в контекстной рекламе, потому что видеореклама, она более привлекательна. Потребителям получить источник в некий интернет-магазин, в котором можно будет изначально приобрести цифровые товары по значительно низкой цене, чем то, что продают сейчас, так как рекламную составляющую мы берем на себя и мы приводим людей, которые покупают. Продавцам товаров платить значительно меньшие суммы за рекламные кампании. Нам нужно порядка 20 миллионов инвестиций для создания сервиса и его раскрутки. Причем основная масса у нас приходится именно вложения в людей, в разработчиков и в тех, кто, скажем так, работает с клиентами, имеет свою некую базу взаимоотношений. И мы хотим к 2014 году занять где-то порядка 7% рынка интернет-рекламы. Инвестирование планируется проводить в два этапа. То есть первый этап – это программирование сервиса, ну а второй уже, соответственно, продвижение. Вот это структура расходов. Вы видите, что в основном это именно вложения, так скажем, в людей. То есть зарплаты, бонусы, премии, то есть мотивационные программы. Небольшая часть идет у нас на маркетинг, но так как нам все это достаточно дешево достается за счет своей сети, поэтому расходы значительно ниже, чем могли бы быть. Вот такая вот структура инвестиционный прогноз. Это кварталы внизу, а слева – это миллионы рублей. По выручке то, что мы планируем получать. Точка безубыточности достигается на примерно 7 миллионов рублей выручки в месяц. Все. Время кончилось, к сожалению. Предложение аудитории есть? Ну, например, нам нужны инвестиции, нам нужен ментор. Я это уже сказал. Еще раз за завершение. Нам нужны инвестиции в районе 20 миллионов рублей. Также, если есть кто-то из товаропроизводителей, цифровых товаров, приглашаем к сотрудничеству. В общем-то, можем обеспечить вам хорошие условия и продавать ваши товары. И если кто-то имеет сайты, тоже давайте сотрудничать. Слово экспертам. Давайте поаплодируем первому выступающему. Руна Кэпитал проинвестирует в этот проект или нет? И почему? Ну, в данный момент мы рассматриваем несколько компаний, связанных, так сказать, с видеорекламой. И пока мы их не рассмотрим, мы новые компании по этому направлению набирать не будем. Окей, еще есть? Ну, сказать особо нечего. Вряд ли мы, конечно, проинвестируем в эту технологию. Ну, меня немножко смущает, когда стартап 73% на бонусы и премии сразу выкладывает это. Значит, все же, когда мы работаем как партнеры, то я хочу сидеть в одной лодке и получить свой миллион, чтобы вы тоже получили свой миллион. А когда вы получаете свой миллион раньше, чем вообще мы что-то видим, ну, как-то я не очень этому доверяю. Простите. Ну, что значит мы получаем, да? То есть набирается штат сотрудников, которые получают... Зарплата была 19%, бонусы и премии были 73%. Итого 73% плюс 19% мы получаем 90%. Ну, замечательно. Ну, то есть такой стартап зарплаты. Вы понимаете, это на самом деле история про то, что вообще никто, ни один институционный фонд не даст вам деньги под зарплату. То есть деньги в людей вкладывать не надо, надо в программное обеспечение вкладывать, правильно? Нет, понимаете, есть такое понятие, есть кэшин, есть кэш-аут. Я понимаю, что это достаточно такая интересная форма засовывания кэш-аута в кэшин. Да, но от этого он не перестает быть кэш-аутом. Понимаете, речь идет о создании сервиса, а для него нужны как раз люди. То есть мы не хотим покупать где-то на стороне. Я вам могу короткий совет дать. Если вы так уверены, возьмите кредит. Это не шутка сейчас. Взять кредит и потом его отработать, если вы так уверены, это гораздо честнее. Никто вам инвестиции под зарплату не даст. Так не бывает. Ни у нас, ни там. Так инвестиции под что? Почему под зарплату? Если идет о сервисе. Если идет бонус и премии, то вы пишете, что, например, первые два года вся прибыль уходит на бонусы и премии. И, кстати, многие, я думаю, инвесторы могут с таким подходом согласиться. Но инвестицию, то есть кишин, отправлять на эти бонусы и премии, это значит, что мы сегодня действительно так уверены в успехе, что возьмите кредит. Потому что я понимаю, когда бонусы и премии идут с ременью, которую вы получаете. И там, пожалуйста, многие будут готовы 100% отдать. Только развивайтесь. Но не инвестицию пускать на это. Но инвестиция-то идет в сервис. Понимаете? Да нет, понятно. Это программный продукт. Вы услышали просто мнение инвесторов по этому поводу, вам все скажут то же самое. Так инвестиции не делаются. Короткий вопрос. Вы там насчитали у себя 35 миллионов аудиторий. Вы как считали? Суммировали аудиторию всех сайтов? Ну, мы сделали исследование. То есть, если, допустим, зайдете к нам на сайт, у нас на главной странице презентация. Нет, нет, я просто конкретный вопрос задаю. Я не очень хочу на сайт идти. 35 миллионов – это хорошая цифра. Но дело в том, что я знаю мало баннерных сетей, которые покрывают 35 миллионов. Но у нас же не баннерная сеть. У вас видеобаннерная сеть, по большому счету. Ну, по большому, да, согласен. Я думаю, что вы просто просуммировали аудиторию всех сайтов. Так посчитать нельзя. Там пересечение у большинства сайтов 90% по аудитории. Вы так, пожалуйста, аккуратнее с такими цифрами людей пугаете. В Рунете просто в пике 80 тысяч. Вы считаете, что вы половину Рунета покрыли? Вы знаете, наша система в СЮД, она учитывает всех уникалов. И поскольку мы с многими сайтами уже работали, мы провели более 200 рекламных кампаний, и наш код стоит на них, то мы учитываем уникалов. Давайте я вам по-другому скажу. Вы говорите, что у вас аудитория баннерной сети 35 миллионов, и потом показываете самую успешную рекламную кампанию, в которой чуть-чуть меньше 2 миллионов просмотров. Эти цифры плохо зачитаются. У нас есть кампании и по 10 миллионов. Тогда почему вы не показываете ту, у которой 2 миллиона, а не ту, у которой 10? Ну, здесь результаты лучше. То есть это мы успешные показываем, самые успешные кейсы. То есть 10 миллионов тоже успешный кейс. Слушайте, вы говорите, что хотите инвестиции. Я простите, что я так вот... Вы говорите, что хотите инвестиции. По сути, ваша основная прибыль – это показы. Вы показываете рекламную кампанию, которая не самая успешная у вас. Вы зачем так делаете? Нет, почему? Она, наоборот, по показателям, она самая успешная. Григорий, давай резюмируем. Ладно, короче, значит, у меня резюме очень простое. Давайте вы просто что-нибудь уже сделаете с вашей статистикой, чтобы вы поняли, откуда вы это все берете. И, конечно, никто вам под зарплату не даст. Пишите инвестиционный план, пишите, что вы хотите под рекламу, под то, под все. А с зарплатой вам придется как-то разбираться самим. Спасибо. Отлично, спасибо. Да, можно поаплодировать. И если на следующих проектах будет меньше активность от экспертов, что, кстати, очень хорошо, с самого начала такая рекомендательная помощь, тогда я предложу в зале высказаться, вы готовьте вопросы. Следующий проект новосип.ру готовится с миру по нитке. Здравствуйте. Меня зовут Афанасьева Галина. Я представляю проект Новосибру. Это город Новосибирск. Проект Новосибру. Центр интернет-продаж в Сибири. Какая проблема решается? Проблема поиска новых клиентов – одна из важных задач в работе в любой организации. И наш продукт ориентирован на компании Новосибирска, а также любых других регионов России, которым нужны продажи в сибирском регионе. Суть продукта. Основа нашего продукта, Новосиб, это сам каталог товаров-услуг. На данный момент это Новосибирск. Мы ориентируемся в дальнейшем в Сибирь, там размещать. И суть продукта, значит, Новосиб позволяет компаниям получать постоянный поток новых клиентов. Делаем это мы за счет онлайн-заявок от закупщиков со всей Сибири и других регионов. Вот на онлайн-заявках я немножко хотела бы остановиться. Значит, онлайн-заявки – это вот наша суть и фишка в проектах. Мы хотим создать некую новую реальность, некий этап развития в интернет-рекламе. То есть раньше компания платила за размещение баннера, сейчас платит за контекстную рекламу, за клики в контекстной рекламе. Мы хотим акцентироваться на том, чтобы компания платила за контакты закупщиков, которые интересуются его продукцией. То есть компания получает онлайн-запрос, в котором есть текст запроса, который его интересует, и контакты, собственно, этого закупщика. Ну, преимущество такой идеи в том, что онлайн-заявки, они позволяют очень точно оценивать эффективность сложения компаний в интернет-рекламу. На данной схеме представлена диаграмма, как с разных городов стекаются заявки в Новосибирск, поскольку у нас в Новосибирске сейчас компания из Якутии достаточно много идет, из Казахстана, поскольку у нас близко Казахстан, и границы открыты. И Москва для нас является интересным тоже регионом, поскольку москвичи хотят продавать свою продукцию в регионах, и в частности в Сибири. Бизнес-модель. Деньги мы получаем от компаний, которые размещаются в каталоге. У нас сейчас два варианта работают. Это абонентская оплата фиксированная и оплата непосредственно за полученные заявки. У нас на данный момент порядка 50 клиентов из Новосибирска и из Москвы. Про рынок. Это рынок интернет-рекламы. Понятно, один из самых растущих рынков в России. Основные наши конкуренты – это порталы, отраслевые, многоотраслевые системы контекстной рекламы, рынок поисковой оптимизации. Методы продвижения. Для начала нам нужно доработать продукт, а затем ориентируемся на следующие методы. Это размещение продукта на различных площадках, партнерские программы, запуск версии для мобильных приложений, чтобы человек в любом месте мог пользоваться нашим продуктом. Запуск версии. Я как раз говорила про московские компании, то есть специально Москова, Новосибру, которые будем ориентироваться на московские. Также большой интерес есть у Китая, которые у нас уже постоянно присылают свои товары. Они тоже хотят продавать свои продукты в регионах, вообще в России, в Сибири в частности. Кратко про команду. У нас молодая команда, мотивированная к созданию хорошего продукта, бизнеса создания. Наш проект реализуется в бизнес-инкубаторе Новосибирской академии Городка. Здесь, кажется, кадр был почему-то отсутствует. Предложение к аудитории. Я тогда на словах это скажу. Предложение у нас к инвесторам есть. Нам нужно порядка трех миллионов рублей на развитие. Конкретно на развитие, это доработка продукта и дальнейшее продвижение, которое в предыдущих слайдах было указано. У меня все. Спасибо. Слово экспертам. Я не очень понял, в чем новость продавать лиды. Ну, как бы, наверное, это какая-то новая реальность. Но, честно говоря, региональная продажа лидов – это тоже так забавно. Но я не очень понял, в чем нововведение. Честно говоря, они уже продаются. Есть достаточно много компаний, которые работают именно на продажу контактов. Ну, да, работают. Но, тем не менее, есть альтернативные источники. Можно всегда позвонить. Можно… Ну, на самом деле, тут есть некий барьер, когда компания заходит, и она не знает, то ли ей ответят, вот этот самый онлайн-запрос, да, то ли ей ответят, в течение какого времени ответят. То есть, все-таки мы… То есть, это особенности продажи лидов должно быть просто четко структурировано. И просто буквально совет на будущее, да, вы пишите более… То есть, не нужно придумывать новых терминов. Мы и так перегружены все терминами. Когда вы пишете онлайн заявки, продаж, а все знают, что это такое, лиды, да, то как бы вы кого-то введете в заблуждение, а кому-то скажете, что мы вообще ничего не понимаем как бы в том, что сегодня происходит в интернете, да. Когда вы пишете, что ваш… Вы на словах-то говорите правильно, что там вы говорите наш конкурент, там, не знаю, контекстная реклама, но не Яндекс Директ, ваш конкурент – это контекстная реклама и скорее, конечно, куда есть масса сетей, там, куда более мелких, чем Яндекс Директ, там, куда более, может, регионально ориентированных, которые там могут быть вашим конкурентом. Согласна, там, более точнее. Нужно как бы с терминами немножко определиться все же. Вот, у меня вопрос такой, Рауф Алиев Ханапей. Качество лидов никак не оценивается? То есть, получается, на компанию падают лиды абсолютно любого качества? От спама до… Вот вопрос, вопрос как раз из предыдущего, да, и сейчас. То есть, мы как раз хотим тут, вот вопрос количества и качества. Вот качество для нас уже следующий шаг. Какое качество, да? Ну, спам мы вообще не пропускаем. У вас не запущется проект в случае, если при компании будет два варианта. Либо она не платит ничего, поскольку ни одного ряда не прошло, либо она падает на деньги, если прошел какой-то спам. Ну, назовем это спамом. Не, ну, спам мы не пропускаем вообще. Мы моделируем его. А какой критерий, что спам, что не спам? Вот, пока, насколько ваши люди понимают металлургии, когда есть заявка на какой-нибудь там процесс. Вот, кто эксперт в этом? Ну, где здесь грань? Не, ну, мы пока начинаем там с явного спама, да, то есть, во-первых, там не приходит предложение, вместо явных заявок, да, там, ну, просто пихать предложение свое. То есть, мы пока… Ну, в общем, можно последний совет буквально, да, что если вы говорите, что у вас есть какая-то технология или понимание, как оптимизировать лиды, это, как бы, имеет право на жизнь, как какой-то стартап. Тогда нужно четко сконцентрироваться вокруг этого и говорить об этом, потому что пока я, вот, честно говоря, не очень понял, в чем вся система, понял, что это про лиды, но не очень понял, в чем плюс, да, то есть, как бы, вот, за все хорошее против всего плохого – это бизнес-идея, безусловно. Вы скажите, а как можно заработать на этом 10 миллионов долларов, хотя бы? На этом продукте как заработать 10 миллионов долларов? Ну, понятно, что найти инвестора, да. Это уже было предыдущего оратора. Ну, так скажем, масштабируемость у нас была обозначена, что это, ну, во-первых, это вся Сибирь, и это этим не ограничивается, да, ли это вообще центральная часть России, ну, вообще любые регионы, которые хотят продавать Сибирь, да, это дальше Китай, это другие страны, которые в том числе, даже они могут не обязательно на Сибирь, а вообще на Россию ориентированы. А вы как-то оценивали эту статистику? Ну, точно цифр нету, но есть, так скажем, вообще динамика есть постоянно, вот я говорю, что у нас с Китая постоянно наш адрес приходят письма и прочее, и мы… А, ну, статистика, статистика есть, мы, ну, примерную статистику по Яндекс.Дирец статистики, да, и, то есть, там динамика совершенно очевидная. Ну, еще не очень понятно, кто кому, и самое главное, там, сколько платят, за что? То есть, какие-то цифры, и поскольку история не новая, какие-то бенчмарки, чем это лучше того, что уже есть? В смысле, в бизнес-модели, за что у нас там деньги, да? Где и как деньги появляются? Где и как, и главное, сколько? И почему именно столько? Ну, у нас вот два варианта сейчас работают, это первое, это фиксированная плата, абонентская плата, у нас стоит 7500 за три месяца, а второй вариант – это за одну заявку. То есть, ну, сейчас у нас ставка там 100 рублей, то есть, это вот есть базовая ставка, да, у нее может быть коэффициент некий, в зависимости от площадки, в зависимости от, ну, от других факторов, она может быть, там, до 300 рублей доходить, стоимость одной заявки. У нас, к сожалению, время закончилось, я вижу явный интерес со стороны FastLay, наверняка, Аня, вы сможете поговорить в куларах, да? Не то, чтобы явный интерес, просто там непонятная история в Новосибирске, но хотя бы понять, какой там объем, то есть, это действительно там про 100 тысяч или про там миллион хотя бы. Окей, вот объединяя два вопроса от финансовых инвесторов, я хотел бы рекомендацию аудитории дать. Значит, берите пример с Михаила, он за вопросом сразу следует совет какой-то, то есть, давайте мы уходить от порок и приходить к рекомендациям, то есть, выступает проект, готовился, время там, посвятил этому, и чтобы вытащить максимум пользы от этого мероприятия, давайте давать рекомендации. Поэтому вот за подвохом, можно ли здесь миллион долларов заработать, наверное, нужно было сказать, если вы хотите получить инвестиции от нас, если я правильно понял, тогда вам нужна масштабируемая бизнес-модель, там, как вы будете выходить в регион и так далее. Окей. Спасибо. Да, спасибо большое, давайте поаплодируем Новосибру. С миру по нитке следующий проект. Пока включается презентация, я хочу о еще одном суперфича, привезенная из Силиконовой долины, презентация отмериватель времени. Можно всем выступающим смотреть сюда, и здесь будет показываться, сколько вам времени осталось. Я это тоже вижу. Да, поехали. Четыре минуты. Итак, всем привет, меня зовут Андрей Дунаев, я расскажу о с миру по нитке, первой в России площадке народного финансирования. Итак, то, что мы делаем, это очень просто. В мире существует схема, которая называется краудфандинг, которая заключается в следующем. У большинства людей есть небольшое количество денег, которые они готовы куда-то вкинуть в интересный проект, кого-то поддержать, кого-то пожертвовать. Если таких людей набирается некоторое количество, то они вместе могут собрать большую такую сумку денег и сделать что-то действительно прикольное, а не просто потратить эти деньги, выбросить их как мусор. Мы делаем… Меня хорошо слышно, да? Мы делаем это в России. На сегодня наш проект существует в виде вот такого сайта с миру по нитке, который агрегирует в себе подобные проекты и позволяет их поддерживать. Сейчас мы работаем в таком бета-режиме. Мы очень молодой проект, работаем всего три месяца. У нас уже есть около 30 проектов, которые в сумме ищут более 1 миллиона рублей. Это примерно здесь на графике показано то, как мы намереваемся расти. 200 проектов в этом году мы уже скорее всего точно наберем. То есть это как бы ближайшая статистика. И мы предлагаем расти примерно так. На сегодня вот здесь обозначены три. На сегодня уже есть четыре схемы монетизации. То есть как мы можем зарабатывать. Мы можем финансировать себя сами, как это делает Википедия. Мы можем предоставлять нашу услугу компаниям, которые ведут подобную деятельность. И на абонентское платье. И мы можем снимать небольшую комиссию с тех проектов, которые у нас финансируются, как это принято делать в мире. Вчера при общении с бизнес-ангелами здесь, на Рифе, мы поймали еще одну схему монетизации. Это возможность работать с компаниями, организовать совместные акции. Об этом можно будет в следующей секции вопросов чуть-чуть попозже остановиться. Мы своим проектом несем такой простой месседж, поддерживая других, ты вкладываешь в свое будущее. Этот месседж очень понятен. О нас уже говорят различные издания. Эта тема начинает сейчас набирать очень большие обороты. Краудфандинг, существующий в мире, не очень хорошо приживается в России. До нас некоторые люди проекты пробовали это организовать. Вот у нас получилось. К нам идут реальные люди, к нам идут реальные проекты. Мы умеем это делать. Да, конечно, у нас есть конкуренты. На Западе большое количество есть уже специализированных сервисов, которые бьют рынок на краудфандинг в музыке, в арте, в бизнесе и так далее. Мы, соответственно, работаем в России. Мы собираем здесь живые сообщества и готовим для них платформенные решения. Здесь небольшая справка о самом серьезном американском игроке, который на рынке работает больше 8 лет. За это время он собрал огромное количество денег. Вот здесь, если не видно из зала, я могу прокомментировать. Это получается 200 миллионов. То есть это достаточно большой рынок. Конечно, в России он будет не такой большой, но тем не менее. Кикстартер – это прообраз нашего проекта, на который мы опирались, когда запускались. И здесь циферка меня подчеркнула – это лучшие проекты кикстартера. Во-первых, видно, что проект набирает большое количество, то есть вплоть до миллиона долларов на один проект. И особенность этого рынка является то, что процентики показаны, что проекты могут собирать гораздо больше денег, чем они запрашивают. Это говорит о том, что любые оценки этого рынка, как правило, недооцениваются, потому что люди на интересные проекты готовы поддерживать гораздо больше, чем они просят. На сегодня география нашего проекта – это уже несколько городов, включая Москву в том числе. Мы из Новосибирска так получается, что идем на юго-запад. Надеемся, что за этот год мы охватим и северо-восточные регионы нашей страны. Наша команда сегодня – это три человека. У нас уже есть опыт привлечения инвестиций, опыт создания социальных проектов. Что мы сделали? Мы показали, что краудфандинг работает в России. О, у меня закончилось время, тогда я очень быстро продолжу. Мы собрали сообщества, сделали для них очень быстрый сайт. На этот год мы планируем доработать прототип до готового продукта, собрать 100 тысяч активной аудитории и все оптимизировать, чтобы это очень круто работало. Наше предложение – это мы ищем примерно полтора миллиона рублей на полгода за то, чтобы вернуть их либо через год, либо через два года в пятикратном размере. Эти деньги нам нужны на наведение прототипа и рекламу нашего продукта. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Пича работает, человек увидел, что ноль минут осталось. Отлично. Теперь вопросы экспертов из зала. Вот микрофон, можете мне просто... Вы с юридической стороны вопроса разобрались? Да. Только в России? Мы делаем это в России. Но вы понимаете, что ваш рынок не ограничивается страной, он ограничивается языком сейчас пока. И, ну, если на это смотреть шире, у вас, на самом деле, в России живет, как известно, русскоговорящих там примерно 40%. Остальные живут за пределами Российской Федерации. Вы их-то почему игнорируете? Я правильно понимаю, что у тебя был сначала вопрос такой камерзный, типа... Нет, нет, нет. Я увидел, я увидел, я увидел карту и понял, что в России разобрались. Меня это интересует гораздо больше. Есть Украина, Казахстан, Белоруссия. Но это же адаптация кейкстартера на Россию. Мы сейчас... Юридическая сторона вопроса, это не адаптация, прости. Мы сейчас запускаемся в России. У нас сейчас еще очень много вопросов с тем, чтобы запуститься в России. Когда мы это сделаем, мы, возможно, пойдем на русскоязычную аудиторию в другие страны. Ага, а вам самому не кажется аморальным собирать процент от... Ну, по сути, от пожертвований? По большому счету. Во-первых, мы ориентируемся, фокусируемся не на пожертвования, а мы делаем творческие проекты, то есть помогаем людям, музыкантам, писателям и так далее. Посмотрите, я частично музыкант, частично писатель. Я вас уверяю, это пожертвование. Да, я тоже частично музыкант, я тоже писатель. И я был бы совершенно не против, чтобы кто-то помог мне организовать запись, например, моего альбома и что-то за это получил. Я даже готов ему отдать каких-то своих денег, потому что он мне в этом помог. И у нас уже есть прецеденты, когда мы помогали музыкальным группам, и это работает очень здорово, и все довольны. Ну, еще раз, я задал вопрос-то другой. Вам самому это аморальным не кажется? Так а в чем проблема? Ну, правда, есть... Мне самому это не кажется аморальным. Меня этот ответ устраивает. Отлично. Столько вопросов Григория сразу так. Да. Нет. Можно еще выучить ответ так точно. Это в армии, может, все-таки... Понятно, опять же, коммерческая организация, некоммерческая организация. То есть у коммерческих организаций одна, как бы, ставка, у некоммерческих другая ставка. То есть я, во-первых, это не понял. Я не понял, ну, должна быть какая-то компетенция экспертов, которая будет отбирать те самые проекты, на которые собираются деньги, да, там, условно говоря. Вот как вы этот вопрос будете решать с точки зрения... Когда человек... То есть в России, в принципе, к сожалению, в отличие от стран Запада, где были созданы ваши прототипы, вообще нету культуры ни пожертвований, ни вообще... То есть даже ни финансово, ни налогово, никакая схема. То есть на Западе понятно, что у тебя есть там доходы. Ты можешь, не знаю, там 10%, 15%, 30% своих налогов на какие-то пустить благотворительные мероприятия, которые, соответственно, из вашего налогового там билла будут сняты. И понятно, как бы у людей есть культура. Уже, в общем-то, много поколений, да, прошло, которые есть культура пожертвований, культура, как бы, таких вот, скажем так, общественно-означенных инвестиций. В России всего этого нету. И в России, как бы, там, даже инвестируя здоровье детей, требует потом справку о проведенной операции, как бы, вообще и фотографии, что эти деньги бы действительно пошли, как бы, на операцию, а не на что-то именно другое. И в этот момент, как бы, статус экспертов, который производит подобного рода отбор, это, ну, куда важнее, чем технологическое решение проекта. Да, мы очень, спасибо за вопрос, мы очень серьезно думаем над тем, как отбирать наши проекты, вот в этом плане мы, во-первых, то есть у нас есть комитет редакторов проектов, которые просматривают, отбирают трэш, работают с авторами, или я неправильно понял вопрос, да? У вас люди должны доверять, то, что у вас есть замечательные редактора и гениальные модераторы, это прекрасно. Человек, который дает деньги, он, ему абсолютно, ну, в общем, фиолетово, насколько вы замечательный редактор и насколько гениальный модератор. Он хочет знать, кому лично он доверяет. В России, знаете, не доверяет институт, он доверяет лично. Может быть, смотрите, здесь бизнес-модель сервиса в том, что люди выбирают, кому они дают деньги. Это вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Он не умеет выбирать, кому. У меня есть ответ на этот вопрос, я могу ответить, что сейчас мы строим наш сервис, сейчас мы строим наш сервис так, что люди, которые поддерживают проекты, как правило, знают его автора лично. То есть, если я поддерживаю музыканта, я просто таким образом могу удобным образом поддержать запись его альбома. И это так и происходит. В смысле, не дать ему напрямую, там, не знаю, 100 рублей, а дать ему 90 и вам 10. Чтобы комиссию отдать. Есть два подхода. Есть первый подход, вы говорите, я как бы некий электронный кошелек, вот я такой кошелек, который как бы переводит деньги от людей, там, это один момент. Второй момент, вы говорите, нет, мы будем собирать, аккумулировать всякие интересные, вот, социально значимые, там, в интернете, не в интернете, там, стартапы, не стартапы, а люди будут давать на это деньги. Тогда нужно, как бы, собственно, отбирать и давать людям, ну, каждый день, не знаю, или каждую неделю, там, один-два максимум проектов, чтобы какие-нибудь деньги пришли, да. А если вы говорите, что человек уже знает, кому он хочет дать, а я буду посредине стоять и 10 рублей собирать, ну, это тоже, в общем, имеет право на жизнь, наверное. В России вообще все имеет право на жизнь. Давайте закончим на том, что мы уже выбились из регламента, сколько денег вам уже дали на проекты? Сколько пожертвований? Около 100 тысяч рублей. Ну, это серьезно уже. Окей. Самый крупный проект 99 тысяч. Нет, 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 нет. Самое крупное пожертвование было, если мне изменяет память, 3 тысячи рублей разово. Давайте, мы уже выбились из регламента в следующий проект. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. Айброн. За ним тоггл. Тоггл есть? Отлично. Куда ты микрофон делал? День добрый, Юрий Федоткин. Я представляю вам проект Айбронь. Это система лояльности для предприятий сферы и услуг сервиса, и прежде всего сервис для занятых людей. Мы хотим попасть в медицинский центр, в салон красоты, в боулинг, в то время, когда мы находимся в пробке рано утром, поздно вечером, ночью. И, как правило, уже организация сервиса в это время уже не работает. И наш добрый, любимый администратор того или иной компании ответить нам не может. Как раз сервис Айбронь решает эту задачу, позволяя нам записаться в удобное время, в удобный день, без общения с администратором. Что такое Айбронь для малого бизнеса? Это, прежде всего, сериал-система, и это система лояльности. Система лояльности, которую раньше могли позволить себе только крупные компании. Ну, как пример, Малина. Здесь, по сути, можно создавать некие локальные программы. Я хожу в один салон красоты, я хожу в медицинский центр, я хожу в этот боулинг. То есть это такие региональные программы лояльности. И третий момент лояльности, который мы здесь и видим, психологи заметили, если мужчине раз в полтора месяца присылать напоминалку, что вы давно не были в салоне красоты, то, скорее всего, это сработает и продажа состоится. И отсюда айбронь – это современный тренд в развитии сервиса. Это, как ни крути, это модный тренд, мы видим это уже у многих в той или иной мере реализация на сайтах. Это Путин. Задача для медицинских клиник предоставлять запись онлайн. И это возможность разгрузить администраторов, которым мы порой не можем дозвониться, а чтобы они также занимались активно продажами. И, по сути, айбронь – это все сферы услуг. Сфера развлечений, медицинские центры, салоны красоты, автосервисы, индивидуальные мастера, психологи и так далее. Модель мотивизации – это, прежде всего, абонентская плата с организацией, которая подключается к этому сервису. Это доход за СМС-сервис, это дополнительные услуги, интеграционные решения, которые мы предоставляем. Это развитие непосредственно различные интеграционные решения. Только московский рынок, я имею в виду Москву, Московская область, на этот год мы оцениваем порядка 5 миллионов долларов объем рынка московского региона. На сегодняшний момент айбронь уже в социальных сетях, мы уже продвигаем в блогах, мы уже реализовали версию ПДА, уже, в принципе, на подходе решения для айфона, это уже участие в отраслевых конференциях, мы делали презентацию на Интершарме, это уже прямые продажи бизнес-завтраки с владельцами, в данном случае салонов красоты, это уже партнерские программы, которые помогают развивать малый бизнес. Естественно, идея лежит на поверхности, и у нас есть конкуренты, которые также находятся в стадии разработки, и самый большой конкурент сегодня это онлайн заявка, которую мы пишем и ждем, когда наша добрая девушка нам отзвонится и предложит то время, которое не всегда совпадает, которое удобно. Ну и сегодня у нас уже собрана полностью команда, у нас есть отсутствует или есть на настоящий момент вакансии директора по маркетингу, чтобы активно развивать проект. Соответственно, уже есть настоящее, и будущее непосредственно это обернуть в социальных сетях, это в мобильных приложениях, это постоянное усовершенствование системы, это отраслевые решения, и мы ищем партнера, который поможет нам развивать эту систему. И, кстати, наверное, на заключение iBroni, это в том числе и будущий коллективных покупок, уже доказано, что 30% купивших купоны не могут этот купон реализовать из-за того, что не могут выбрать для себя удобное время. Эту возможность анализировать реально, сколько купили купоны, и сколько пришло в салон, и это в будущем возможность повторных продаж. Спасибо за внимание. Спасибо. А есть предложение инвестору более конкретное, чем просто? Есть. Мы начали уже определенные стадии переговоров, поэтому это уже обсуждаемо индивидуально. То есть вы уже не ищете предложение от инвестора? Мы ищем, потому что пока нас изучают. Сколько вы хотите и за какой процент? Мы сейчас рассматриваем разные, но есть два различных предложения. Первая рекомендация, сформулируйте, сколько вам нужно и на что? Нам нужно развивать систему и на продвижение, но на текущий момент это потребность порядка 5-7 миллионов рублей. Можно сказать миллион -10 можно привлекать. 5-7 миллионов, там есть просто различные стратегии, две стратегии развить проект. Давайте. Сколько будет цена для салонов? Сейчас это 2000 рублей в месяц, это 1000 абонентской платы, приблизительно около 1000 рублей затрат на SMS-сервис. А в первый месяц сколько салонов подключить? Как считаете? Мы за первый месяц активных продаж сделали больше 10 продаж. продажи активно начались с января месяца. По сути два месяца ушло на то, чтобы собрать потребности. Мы начали с салонов красоты, получили их ряд требований, которые уже реализовали, и сейчас мы видим живой интерес к нашей системе. А сколько стоимость одного привлеченного клиента получается? затраты, которые мы сделали сейчас на текущий момент существенны. Это был вопрос, на самом деле, сколько клиентов обходится салону? Салону? Конечно. Салон, эта система не привлекает клиента, это система лояльности. То есть мы работаем уже здесь. Понятно, что не посчитано, значит, просто, чтобы экономить все время, рекомендуем посчитать. Посчитайте, сколько стоит привлеченный клиент. Посчитаем, и я думаю, что статистик через 3 месяца мы будем полностью обладать. Самый главный вопрос, вы с салонами с многими поговорили? Да. Потому что я разговаривал с морем салонов, они же... У них другая модель. У них другая модель, но они-то рассказывают, почему у них такая модель. Вы же знаете, что у салонов у самих нормального расписания нет. Мы учли, и специальные люди, которые не готовы работать по расписанию. Готовы. И мы знаем эту модель и очень хорошо. Мы на это потратили достаточно... Мы провели несколько фокус-групп, и здесь салон красоты это одна из аудиторий. У нас есть медицинские центры, где немножко другая потребность. Все правильно. На самом деле, вы посмотрите, у вас в списке конкурентов нет самого главного вашего конкурента. Есть Екатеринбургский, если я не ошибаюсь, проект под названием таймлайнер, он покрывает вашу функциональность уже прямо сейчас, и у него ее больше еще процентов наверное на 50, на 80. Посмотрите на всякий случай. Посмотрим. чтобы не делать второй точно такой же сервис. Спасибо за совет. Обязательно это... Можно вставить таймлайнер нашего инвестора и ментора на стартап-поинте в Екатеринбурге. Ну, это такой сложный вопрос. Что он там нашел? Да, я знаю. Такой совет. Дело в том, что я серьезно изучал системы лояльности, они работают только тогда, когда вовлечен персонал. На самом деле систему лояльности можно спокойно посмотреть бесплатно, а зарабатывать на тренингах персонала. И это гораздо более продуктивно окажется из-за того, что получаешь даром целую систему лояльности, все так здорово. Ну, а потом объясняешь, что вообще персонал тут важнее, и на этом зарабатываешь. спасибо, хороший совет. Мы разрабатываем различные модели продаж, и у нас есть некие хорошие наработки, и это тоже хорошая идея. Еще один короткий совсем, я здесь, еще по моему опыту таких штук, вы можете идти внутрь этого бизнеса, его финансы, потому что через расписание, которое, это запрос, который от них идет. это будущее. Спасибо, тоггл следующее. У нас, к сожалению, регламент. Хорошо, спасибо. Спасибо за короткую рекомендацию, супер. Аплодисменты. Спасибо за внимание. Тоггл, пожалуйста. Пульт у тебя? Айброн. Пульт можно? Ну ладно, я начну немножко. Я хотел с маленькой благодарности от моего маленького лица, стартап и всем, кто пришел. Зал ломится, выступать очень приятно. Спасибо. Меня зовут Мунтин Александр, я представляю проект Toggle.ru. Мы его называем рекомендательным поисковым сервисом. Сейчас я расскажу, кому мы хотим помочь, какую проблему решаем. Для рекламодателей мы хотим предложить еще одну возможность точного попадания в целевую аудиторию, то есть таргетинга. И для пользователей мы хотим предложить удобный, точный, быстрый поиск сайтов поинтересам. Как это работает? Человек выбирает пользователь, интересующий его категорию, нажимает на кнопку Toggle и получает один из сайтов, который посвящен данной тематике. При этом он может комментировать эти сайты, может лайкать, он лайкать, общаться с другими пользователями сети. Также кнопка остается на страничке в панельке и можно с помощью нажатия перемещаться на следующий сайт по этой категории. Как происходит выдача? Два основных критерия. Это рейтинг сайта среди друзей пользователей и людей со схожими интересами. И второй критерий это история использования самого сайта самим этим пользователем. Это лайки-анлайки, оценка того контекста, который ему понравился и то время, которое он проводит. Монетизация. Значит, мы хотим на 20 таких переключений делать один рекламный. И за это брать небольшую денежку. Желательно мы планируем это сделать автоматизировано, чтобы компании легко сами могли это сделать. Примерно как в соцсетях сейчас это осуществляется. Как мы хотим продвижать, что получить? Это на год примерный план привлечения первоначальной аудитории, студенты, молодые специалисты, работа в соцсетях, вирусное распространение. В общем, все достаточно стандартно. В конце года первого мы хотим при наличии 200 тысяч людей, как написано снизу, зарегистрированных первых рекламодателей пустить к нам. Очень мечтаем о 3 миллионах через 5 лет зарегистрированных пользователей. Исходя из этого, такие финансовые показатели, но судя по прошлым проектам, не буду говорить, что это инвестиции, скажем так, затраты, 7,5 миллионов рублей, нужно на 3 года, примерно на 2-й год планируем запуск рекламы, на 3-й операционную прибыль, 4-й возврат инвестиций, и 5-й хотим прибыль 40 миллионов. Цифра 5 не влезла. Так, ну собственно рынок, какой сейчас у нас, все очень просто, соцсети, они реализуются социально-демографический таргетинг, контекст поведенческий, вот мы из расчетных цифр там очень маленького такого кусочек хотим, отхватить нишу. Почему мы можем привлечь людей, это потому что мы объединяем социально-демографический таргетинг и поведенческий, пока мы планируем это делать, во-вторых у нас переход без клика, ни баннеров, ничего, и в-третьих это высокий, большой, исходящий трафик собственно с нашего сайта. Это наша команда, Мунтин Александр, я определил себя как идеолога-маркетолога, но я еще могу выступать как водитель и еще кто-нибудь. И Бутурлакин Алексей, он программист, он генеральный директор компании IT-Exynos, занимается этим три года, очень грамотный человек и с ним его команда. Наши контактные данные, зачем мы сюда пришли, денег пока мы не хотим, мы хотим первый год протянуть сами, хотя думаю, что это будет тяжело. Нам очень хочется найти человека, который пройдет с нами от рождения идеи до ее становления, роста. а, но я не упомянул, что мы сейчас занимаемся разработкой прототипа в мае, хотим запускаться, будем надеяться. Мои контактные данные, спасибо. у меня может быть странный сначала вопрос, кто из вас слушает музыку диско? Просто для того, что схема, которую вы предложили, эта схема, она существует с начала 90-х годов, это так называемые вебринги, это когда группы сайтов, довольно большие, иногда там тысячи сайтов состоят, они размещают маленький баннер, при нажатии на который ты попадаешь на случайный сайт или не случайный там из этого кольца, понимаете, эта технология, она была придумана в начале 90-х, а умерла в конце 90-х, потому что пользователи, ну, на это не ведутся, им неинтересно. Если вы считаете, что введение лайков и имитация, как это, стилизация кнопки кнопки под веб 2.0 чем-то отличается от того старого баннера, расскажите, чем? Я не могу сказать, что новый человек в интернете, честно, я про это не знаю, наверное, потому что я диско не слушаю и еще очень молодой, вот, поэтому я думаю, что я лучше сравню и, может быть, потом как-нибудь на этот вопрос отвечу. Я не знаю ответ на это. Стамбул Апон не ваш все-таки прототип существующий? То есть Стамбул Апон это не против не хотели копировать, но идея честно наша. А Стамбул потом нашелся. Ну, то есть это не то, что ты говоришь, это Стамбул Апон. Давай я тебе вопрос задам. Ты считаешь, Стамбул Апон он успешным стартапом? Там много пользователей. А там денег нет. Стартап это бизнес, понимаешь, это не проект. Если мы говорим о том, что вы хотите сделать интересный проект, вы делаете интересный проект. Может быть, на нем будет аудитория. Денег там нет. Они не хотят денег. Нет. Зарабатывать деньги на вебринге не получалось ни у кого. Если у вас получится, вы будете гениями. Ребята, приходите через год, если вы мне докажете, что вы зарабатываете деньги, я думаю, что проект мы, наверное, купить, наверное, не купим, но я готов предложить вам хорошую зарплату. Хорошо, спасибо. Ну, я хочу сказать просто для такой узкой... Во-первых, если вы же копируете, то вы копируете. Как опыт показывает, что когда копируют что-то одно, не копируют что-то другое, вообще ни черта не получается. Вы уж определитесь, или копируете, или не копируете. А второй момент. Пять лет для такого столь грандиозного стартапа, это, конечно, гениально. Вы уверены, что через пять лет будут лайки? Я тут зачекинился в Пумбе, оказалось, что я первый среди своих друзей. То есть, год назад это вообще не было. Вы строите бизнес-технологию на... Это, в принципе, отдельный разговор о строительстве на основе частных компаний. То есть, там, Facebook, ВКонтакте, частная компания. Сегодня они эти лайки поддерживают, вас оттуда не удаляют. Завтра они вдруг решили что-то изменить и вас оттуда удалить. А у вас пятилетний бизнес-план. Вот пять лет на такой зыбкой почве, мне кажется, во-первых, перебор и для столь узкого подхода. Подумайте просто об этом. Спасибо. Есть время на один вопрос из зала. Дурацкий вопрос. О чем одна G, а не два G? Слово того, оно... Ну да, это все верно. Ну, занято было. Спасибо. следующий проект Маяка аплодисменты Тоглу. Пока выходит Маяка, скажу, что по хэштегу стартаппоинт можно потвитить, нужно потвитить, давать можно фидбэк выступающим или говорить, что вот сижу на стартаппоинте. Я могу начинать? Можешь начинать. Добрый день самым стойким участникам Рифа. Вас приветствует солнечный Новосибирск. У нас реально сейчас теплее. И я хочу вам рассказать о проекте Маяка. Значит, проект Маяка был разработан специально для известных нам уже всем рынков социальных сетей, сайтов, знакомств, блогов и так далее и тому подобное. В первую очередь нам сладостные сайты знакомств. Он позволяет людям звонить на сайтах знакомств, кликнув по кнопочке Маяка, не зная номеров друг друга. Звонить прямо с сотового на сотовый, не зная номеров друг друга. Также отправлять смски, также отправлять ММС-подарки. Это основные функции Маяки сейчас. Но также мы видим вот здесь интересные нам площадки. Естественно, интеграция у нас очень легкая. Мы разработались как самостоятельный сервис, не делали собственный ресурс, потому что больших деревьев, площадок с большой посещалкой сейчас уже очень много. Нет смысла создавать что-то сейчас опять тот же ВКонтакт, тот же Мамбу. Сейчас на чем мы зарабатываем? То есть это вызовы, это смс и это ММС. Как это выглядит? Завтра будем зарабатывать на услугах поднимающих личный рейтинг, послезавтра на аудиорекламе, когда человек дозванивается, но также на баннерной рекламе и все такое. Сейчас мы думаем над различными интересными методами монетизации психологическими. Какой способ продвижения? Мы договариваемся с площадками, разработали стандартную партнерскую программу под Маяку, где Маяка встраивается либо как приложение, либо как сервис на страницу площадки. Текущее состояние проекта мы запустились. Запустили проект сначала на ВАПе, чтобы его сильно не светить. И сейчас у нас аудитория с 22 марта по 12 апреля, это еще старенькие данные, более 3000 человек. То есть за это время мы успели набрать таких зарегистрированных пользователей. Это статистика по действиям пользователей. То есть у нас лидируют естественные смс-ки, как самый известный и простой способ воспользоваться сервисом для пользователя. на втором месте у нас звонки, то есть люди, когда немножко посидят в сервисе, начинают уже его юзать и использовать остальные функции. Также мы смогли приземлить звонки в России и Беларуси, звонки, смс-ки в России, Беларуси и Украине. И здесь мы видим пирожок и по местам кто больше, где у нас больше людей. Так маяка выглядит на ВАПе. Если кто еще помнит, ВАП это интернет для простых мобильников. Сейчас его аудитория составляет 13 миллионов в сутки. Он жив и прекрасно здравствует. Мы запустили маяку на ВАП-сайтах знакомств, так она выглядит. Здесь видно пользователей, которым можно также звонить, писать, отправлять ММС-подарки. И вот на одном из сайтов мобрика.ру у нас уже порядка 1500 подключений, но это опять же старые данные сейчас уже гораздо больше. Здесь пример сайта знакомств. Мы видим, что это скриншотик мамбы. Я схематично показываю здесь, как маяка может строиться в сайт. Я увидел девочку, хочу с ней познакомиться, могу нажать на кнопочку маяка, всплывает виджет маяки, который уже готов к интеграции, начинается звонок. У меня идет входящий звонок на сотовый, где номер скрыт, и у девочки идет входящий звонок на сотовый, где номер скрыт. Мы берем трубки, начинаем общаться. Также я могу отправить ей смс-письмо, также я могу отправить ей купон куда-нибудь в салон красоты, и так далее, и тому подобное. Это все, естественно, тоже можно сделать. Значит, мы присоединяемся к различным площадкам, и здесь могут в маяке находиться как люди из одноклассников, мамбы, ВКонтакте, Твиттера, ну, в принципе, не важно. Они могут быть видны друг другу внутри маяки. А плата производится всеми стандартными способами, то есть у нас в России основная масса это естественные смски, ну и все другие уже доступны, и сейчас можно это делать. Мы предлагаем 20% доли в проекте за 2 миллиона рублей, то есть это нам нужно для того, чтобы масштабировать сервис на крупные площадки, чтобы он красиво работал, пользователям был доступен. Спасибо. Идеальный тайминг уложился просто в 4 минуты старался. Так, предложение сейчас от Медиамира будет? Предложения не будет, будет совет, нормальная партнерская программа, просто у нас это есть, у кого-то это нет, могут соглашаться, могут не соглашаться, рекомендация только одна, не надо предлагать все на свете. Вот вы приходите, предлагаете и свою систему биллинга, которую, я не думаю, что кто-то из упомянутых вами социальных сетей вдруг вам отдаст систему биллинга. это не рассчитывая. Сейчас поясню. Во-первых, во-вторых, еще и ММС-подарки, то есть, для одноклассников, условно говоря, у них есть свои списки подарков, еще и через ВАЛС будут подарки посылать. Зачем им это нужно свою аудиторию разделять на две части, не очень понятно. То есть, как партнерка имеет право на жизнь. Если у вас будут хорошие тарифы, это опять же зависит от работы с мобильным оператором и так далее. Тут тоже есть достаточное количество игроков, которые сегодня просто имеют сильнее позиции. Ну, то есть, совет сконцентрироваться на какой-то одной услуге, ее предлагать, и вполне возможно, там, может быть, не на упомянутых сайтах, но, в принципе, на крупных социальных каких-то ориентированных сайтах она будет пользоваться. А если будет предлагать все на свете, то меньше шансов. Вы знаете, моя цель была просто рассказать обо всем, что мы можем. Понятно, что можно улететь в космос. Это понятно. Естественно, приходя к крупной площадке, мы не собираемся заставлять площадку, да и не сможем заставить пользоваться нашим биллингом. Мы имеем возможность пользоваться биллингом площадки и внутренней валютой площадки. Это тоже предусмотрено в сервисе. То есть, пользователь может платить за услуги в маяке деньгами того же крупного сервиса знакомства. Нет, я просто хотел сказать, что нормальный, понятный сервис, нормальная, понятная монетизация. Я не очень верю в те деньги, которые вы хотите, за ту долю, которую вы хотите. Ну, это мое скромное мнение. Я вам очень просто рекомендую найти хорошего финансиста, чтобы он посчитал нормально по DCF вашу модель и посмотреть, и приходить уже с конкретным предложением. Я думаю, что есть много фондов, которые согласятся. На сегодняшний день мы с многими уже пообщались, нами заинтересовались, и эта информация, которую мы сделали сейчас, которую мы привезли на РИФ, это некая затравка, и мы начинаем уже из этого обсуждать и приходить к общему смыслу. Главное, что наш сервис интересен, главное, что он уже работает, и у него уже есть пользователь, как я говорил, уже более трех тысяч. Ну, я говорю, затравили хорошо, все в порядке. Спасибо. По-моему, первый, безусловно, фидбэк, такой положительный от экспертов. Я думаю, это достойно. Дополнительные порции аплодисментов. Следующая джетка, после него страховка. Ай, страховка. А можно микрофоны нам заменить? Есть батарейки на третьем и четвертом. Вадим Тарасов, меня зовут Джетка. В любой отрасли с первого дня работы необходимо сохранять, ну, анализировать взаимоотношения с клиентами, то есть, это не вызывает сомнения. Традиционно это делают ЦРМ. Теперь представьте ЦРМ, которое помимо обычной функции дает новых клиентов. То есть, если взглянуть глобально, коммерческие службы и менеджеры работают с одними и теми же контактами. Джетка предлагает решение, то есть, это общие контакты клиентов и, соответственно, приватная история по взаимоотношению с этими клиентами. Соответственно, контакты актуализируются всем сообществом пользователей просто в процессе работы. Ну, если пояснить, такая Википедия для сейлсов. Как ЦРМ дает клиентов? То есть, есть кнопка, как сказать, клиента от системы, ее человек нажимает и получает очередной контакт в проработку. То есть, помимо традиционной фильтрации по городам и видам деятельности, также анализируется история взаимоотношений с клиентом и, соответственно, система рекомендует наиболее вероятный контакт, по которому может быть сделка. Вся история сохраняется в одном месте. помимо непосредственно хронологии контактов, также есть учеты и заявок внутри, то есть, введение заявок внутри системы, управление проектами. Ну, джетка и конкуренты основное преимущество джетка отдает, а конкуренты не дают клиенту. Все собрано в одном месте, просто сама ЦРМ-ка бесплатна. Бизнес-модель это рублей 200 в месяц за функции, которые дают клиентов по СААС-модели. Значит, продвижение, то, что дает, всегда вызывает повышенный интерес, это уже опробовано, то есть, есть успешный опыт, ну и, собственно, бесплатная ЦРМ-ка. Вот. Ну, соответственно, первый транш это порядка 100 тысяч долларов, ну, это все направления перечислены, то есть, начать вот именно с интерфейса, ну и так далее. Вот. Ну, собственно, все, ищем инвестора для стремительного роста. Спасибо за быструю презентацию. Можно на слайд с предложением для инвестора? 100 тысяч для выхода на зарубежные рынки, это вы как выполняете? Я говорю, что это первый транш, то есть, это вот все направления, которые надо развивать, ну, просто я не стал уточнять там. Просто не стали пугать большими цифрами, и это правильно. Он просто часто приходить будет, ты понимаешь, да? У меня вопрос-то короткий, смотрите, я правильно понял, что вы предлагаете схему, по которой, по сути, одни продажники другим будут передавать контакты клиента. Да, контакты общие, но... Закон о защите персональных данных. По персональным данным все нормально, тоже юридическую сторону мы прорабатывали, ну, это вообще сложный вопрос отдельно, то есть, юристами мы работаем плотно, как бы в этом плане. Значит, смотрите, контакты сами по себе не являются конфиденциальной информацией, вот желтый справочник там на стене печатан, это тоже сборник контактов, и там есть ваши клиенты. Фамилия, имя, отчество уже являются персональной информацией. Соответственно, понятно, что является закон, в том виде, в котором есть, сейчас не работает, но там, как бы отдельная тема очень долго для разговора. Закон, который есть в текущем виде, не работает, но наказывать по нему уже могут. Ну, смотрите, если вы возмутитесь, мы уберем. Не-не-не, вы не понимаете, дело не в этом. Понимаете? Дело в том, что вы просто предлагаете, вы просите инвестиции в зону, которая находится, ну, она не то чтобы серая, она такая желтоватая, в смысле, очень страшно. Не сунется никто туда, понимаете? Вы туда никто не сунется, пока вы маленькие. Пока вы маленькие, вы никому не нужны. Здесь, смотрите, момент, ну, на самом деле, можно убрать там имя общества, оставить там в антиве. Ну, то есть, есть моменты, которые в случае, как бы, наезда, соответствующих органов, то есть, как это будет отрабатываться? В случае наезда будет уже поздно. Думайте сейчас. Это просто какая-то рекомендация. Возьмите, я боюсь, что вы не найдете такого юриста, который даст вам четкий ответ. Попробуйте поискать юристов, в смысле, много консультаций возьмите, потому что ни один сейчас юрист в этой области не является там конечным экспертом. Ну, понятно, ну, как бы, на самом деле, этот закон, если его копать, то в любой отрасли получается нарушение. Там даже приехал водитель с доверенностью, там его персональные данные, к вам товар забрать. Да, то есть, в той ситуации это не является основой для бизнеса. У вас это, у вас, по сути, передача контактных данных, это ваша главная фишка. Если вы сейчас водители здесь на входе, если вы обратили внимание, они здесь на пропусках, когда вас смотрят, они не пропускают, не записывают ваши фамилии, имя, отчества, как это было в прошлые годы. В общем, я бы не стал в России париться именно над этих вещами, понимаете. У нас строгость законов, компенсируется необязательностью их исполнения, такое правовое поле здесь. Вы знаете, это отличная методология, но, как бы, в этой ситуации тогда проще вот эти 100 тысяч просто своровать. Ну, своруйте и нам выделить. Хороший метод. Ладно. Ну, короче, я не знаю, как вы рассчитываете здесь выкручиваться, потому что это, правда, очень жесткая зона. И здесь приходят уже даже не к крупным порталам, таким, как, не знаю, Яндекс с Мейл.ру, а приходят к мелким довольно компаниям. Можно убрать имя, оставить телефон. То есть, ну, если... Телефон, тоже персональные данные. Короче, это очень страшное место. Контакты компании не персональные. Спасибо большое. На оптимистичный опыт ноти давайте не париться. Переходим к следующему проекту. Спасибо большое. Джетка, аплодисменты. Страховка. Пожалуйста. Здравствуйте. Я буду читать по бумажечкам, так что не обессудьте. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Циткилов. Я руководитель страхового брокера iStrahovka.ru который специализируется на IT-технологиях страхования. Сегодня я хочу вам представить проект НАСС. Мы поговорим с вами о проблемах страхового рынка и их последствиях, о решении, которые мы предлагаем с помощью нашего проекта. Немножко о рынке и о том, как можно на этом заработать деньги. Итак, проблемы, с которыми мы сталкиваемся в процессе нашей работы как страховые брокеры, это проблемы посредников. Это отсутствие электронного документа оборота у страховых посредников. Это отсутствие четкого учета и контроля бланков строгой отчетности. Ой, я про слайды забыл. А вы мне этот... Я, видите, я волнуюсь так, поэтому... Не, я могу сам, спасибо. Или давайте это так. Третья рука, это оригинально, да. Значит, повторюсь, проблемы страховых посредников. Это отсутствие электронного документа оборота, отсутствие четкого учета и контроля, отсутствие точного универсального калькулятора, встроенного в CRM-систему. Спасибо большое. Можно я продолжу? Да. Все это... Вся эта неразбериха приводит к дополнительным затратам страховых посредников и к потере дополнительного времени. Проблема страхового клиента, то есть на сегодняшний день страховой клиент, для того, чтобы купить страховой продукт, он должен провести как минимум 24-48 часов для того, чтобы проанализировать ряд компаний и принять определенное решение. На основании вышеизложенного пришла идея создать НАС. НАС – это национальная автоматизированная страховая система. Это решение, которое мы предлагаем, это САС-решение для страхового посредника, которое облегчит работу страхового посредника, сократит затраты на персонал, улучшит контроль и учет документов, уменьшит мошенничество и увеличит удовлетворенность клиента. Все это будет происходить с помощью удобного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, с легкого перехода на электронный документооборот, контроль бронков строгой учетности, минимизация риска со стороны агентов и брокеров. И все это будет объединено в одном месте в системе НАС. Назад немножко. Понятно. Значит, как мы планируем зарабатывать деньги? Система НАС – это абонентская плата со страховых посредников и ресурс аистраховка.ру это комиссионное вознаграждение за продажи страховых продуктов в режиме онлайн. Продвигать продукт мы планируем с помощью интернет-площадок, специальных специализированных конференций для страховых агентов и посредников, печатных СМИ и прямые продажи. Давайте пару слов о рынке страхования. Этот рынок достаточно большой, порядка 8,5 миллиардов долларов с количеством более 200 тысяч страховых посредников в России. У нас есть конкуренты, их достаточно мало, так как рынок только начинает развиваться. Наш прямой конкурент это Полис Офис, он недавно только вышел на рынок. Стационарное ПО 1С, которое в принципе оно сырое и недоработанное. Вы так быстро листаете, я за вами не успеваю. Есть также аналоги за рубежом, которые успешно работают уже более 10 лет. И последнее, что я вам хочу сказать, наша команда, у нас есть такая супер чувиха, которая во главе со мной, которая разрабатывала весь этот проект. Мы планируем в течение трех лет денежный оборот в размере полмиллиарда рублей, для этого нам нужны инвестиции. Готов ответить на все ваши вопросы. Наверное, предложение общее от аудитории это выступайте больше, просто с количеством перейдет в качество и вы сможете одной рукой манипулировать, запоминать текст. Я это прямо буду выступать больше. Это второе мое выступление, поэтому поздравляю. Спасибо. Лучше денег дайте. Есть еще комментарии из зала? Нужно. Просите. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, сейчас развивается уже не первый год прямое страхование так называемое, и как таковые брокеры в жизни умирают, то есть проще зайти на сайт посредством страховых компаний и по минимальной тарифам гораздо ниже, чем у брокера купить любой полис. Как вы собираетесь с этим бороться? А второй вопрос, сколько денег и зачем? Отвечая на первый вопрос, бороться мы с этим не будем, мы будем с ними сотрудничать. Страховые брокеры на рынках Европы и Америки умирают уже много-много лет, но тем не менее по сегодняшний день аналогичные проекты в системе онлайн-продаж страховок до сих пор выходят на рынок и тратят не один миллион долларов. Это по достоверной последней информации, которую я получил. То, что касается сколько денег и на что, здесь есть несколько схем, по которым мы можем сотрудничать. Первое, это минимальная сумма для доработки и запуска проекта. Вторая сумма, это полная сумма инвестиций, это 19 миллионов рублей на весь проект, в течение первого года затратная часть. В 11-м месяце мы уже получаем прибыль. А с кем из страховых компаний вы уже договорились? Мы как брокеры работаем, вообще у меня опыт работы 11 лет в рынке страхования в России и за рубежом. Мы как брокеры работаем в России уже давно, поэтому со всеми основными страховщиками мы работаем и работали, и продолжаем работать, и будем работать. То есть у нас база договорная уже существует. 15 основных страховщиков, которые занимают в принципе... Последний вопрос, Буквально я на них смотрел сравнить.ру и мне страховой брокер выдал стоимость страхования автомобиля процентов на 30 дороже, чем это выгодит мне на сайте страховой компании. Что с этим делать? Вот этот, как и вот наша система как раз ответ на ваш вопрос, потому что сегодня многие крутятся вокруг этой темы, потому что тема достаточно интересная, рынок достаточно большой, 9 миллиардов долларов. Многие выдают системы псевдокалькулятора, но на самом деле ни в одном вы не сможете в онлайне купить продукт. помимо того наша система, наши партнерские взаимоотношения помогают покупать продукт не дороже, как минимум по такой же цене, как максимум по цене со скидкой, с бонусами, с программами лояльности, которые есть у нас. Спасибо большое, это был действительно последний вопрос. Аплодисменты. Мобипол готовится и после него ну да, выходит. Коллеги, вот кто стоит в коридоре, здесь есть свободные места, много свободных мест. 5. Добрый день, меня зовут Антон Кучумов, я представляю проект Мобипол. Если кратко, то Мобипол это платформа, позволяющая проводить маркетинговые социологические исследования с помощью мобильных телефонов. Вообще, опрос это удобный способ узнать мнение человека о чем-либо, однако к существующим способам проведения опросов есть ряд претензий как у заказчиков этих опросов, так и у респондентов. В частности, заказчиков не устраивает то, что проведение опроса занимает достаточно длинное время, высокая стоимость проведения этих опросов, а также они не всегда уверены, что в опросах участвовала именно та аудитория, которая им интересна. С точки зрения респондентов, очень важно, чтобы проходить опрос было удобно. Если вас останавливают на улице, а вы куда-то спешите, если вам звонят домой, а у вас нет времени, и вы вообще не подходите к телефону, то неудобно проходить этот опрос. Наше решение это проводить опросы с помощью мобильных телефонов, потому что, во-первых, это дешевле, чем аналогичный способ проведения опросов за счет практически полной автоматизации процесса создания и проведения самого опроса. Это оперативно, поскольку можно создать опрос с помощью нашего конструктора на сайте буквально за 5-10 минут и сразу запустить его. И это таргетировано, можно использовать как собственную базу респондентов, так и нашу панель респондентов, по которой можно использовать фильтр по основным социально-демографическим факторам и по дополнительным характеристикам. Вот так выглядит наша модель монетизации. Очень просто. Клиент оплачивает наши услуги в два шага. На первом шаге он оплачивает сам факт проведения опроса, на втором шаге он оплачивает получение от нас результатов, представленных в статистическом виде. Что касается методов продвижения, то мы их разделяем на два типа. Это метод привлечения клиентов, который строится вокруг прямых продаж и предложения бесплатного тестового опроса, который призван показать, что наша система действительно эффективный инструмент проведения маркетингово-социологических опросов и привлечь клиента к заключению долгосрочного партнерского контракта. С другой стороны, мы привлекаем респондентов, во-первых, с помощью использования тех баз клиентов, которые воспользуются нашей платформой, а с другой стороны, используем точек продаж, то есть моментов, когда мы предлагаем потенциальным респондентам поучаствовать в наших опросах. Например, человек кладет деньги на свой телефон через платежную систему Kiwi, а ему приходит смс с предложением заработать денег за участие в небольшом опросе. И в дальнейшем мы ориентируемся на сарафанное радио и использование социальных сетей из серии виджетов, то есть я поучаствовал в опросе, и об этом узнают все мои друзья и тоже могут поучаствовать. Что касается рынка, то в 2011 году он по прогнозам экспертов превысит докризисные показатели, и в том числе доля количественных исследований затрат на нее будет оцениваться в 230 миллионов долларов. Довольно большой объем рынка. Что касается наших основных конкурентов, это, во-первых, интернет-опросы, наши косвенные конкуренты, такие как анкетка.ру и вопросник.ру, однако их основными недостатками является то, что, во-первых, человеку необходимо быть за компьютером, когда он проходит опрос, а во-вторых, ему необходимо пройти достаточно большое количество опросов перед тем, как он сможет вывести деньги из системы. Нашим прямым конкурентом является другой сервис мобильных опросов, это компания Mobiety, которая на данный момент находится на стадии тестирования своего прототипа. Однако мы считаем, что, во-первых, объемы рынка позволяют существовать нескольким компаниям, операторам мобильных платформ, во-вторых, у нас более опытная команда именно в части создания нового бизнеса, и, в-третьих, мы используем более совершенные алгоритмы, более совершенную структуру системы. Что касается нашей команды, то на данный момент в ней два человека, и мы собрали в себе именно управленческие функции, отдав на аутсорсинг и дизайн и разработку. И, наконец, наше предложение, собственно, и на аудитории. У нас есть деньги на проект, нам не нужны деньги, нам нужен человек с опытом запуска интернет-проектов, который бы мог нам подсказать что-то и провести именно через этот сложный путь. И также нам всегда нужны хорошие программисты для реализации проектов. Спасибо. Супер, спасибо. Один вопрос от экспертов и дальше. Тогда я из зала. Есть рекомендации, может, какие-то? Да, пожалуйста. У меня вопрос. Вы скажете, что… Ну, в всяком случае, я так? Да. День Дор был Вадим, рекламный агентство и промоутер. Исходя из вашего доклада, я понял, что это ваш не первый проект. Хотелось бы узнать, какие проекты вы еще запускали. Спасибо. Сказали про опыт, скажите, что да, в какой он. Да. Конкретно мой предыдущий проект это запуск нового фитнес-доправления, в котором сейчас участвует 35 тысяч человек в нескольких странах СНГ и более чем сотни городов. Касательно моего партнера, он был одним из топ-менеджеров крупной фирмы по розничной продаже мобильных телефонов. С оборотом 100 миллионов долларов. У меня маленький, буквально быстрый комментарий по поводу того, что есть компания, называлась она Мобиквест, она запускала точно такой же продукт на рынке России. Это было буквально год назад и в следующий день она умерла. Просто это к совету к вам, что вспомните, посмотрите на нее и скорее всего это у вас не пойдет в России. У них есть опыт в течение одного года. Да, мы знаем, о них мы смотрели, но у них немножко другая акция. Даже логотип ваш похож на них. Ну вот это мы тоже увидели уже после того, как разработали. Добавляя позитива, наверное, рекомендация состоит не в том, что да, посмотрите на чужой опыт, мы вас сможем сконтактировать. А то, что умрет, не умрет, это время покажет. Все будет хорошо, ребята. Окей. Все, спасибо, аплодисменты. Чекио. Чекио следующий проект. У нас еще пара проектов осталось и обед. Повторяю, господа, у кого есть желание присесть, вот здесь есть свободные места. Сейчас включат. Господа, за пультом. Сергей, они заняты, вы пока занимаетесь. Там у кого-то был рингтон прикольный. Позвоните ему, кто-то был, а вы прикольный, если я, пожалуйста, рассказывал. Все уже началось? Презентация не открывается. Не открывается? Тогда экспромт без слайдов. Тогда экспромт без слайдов. Да. Я делал просто ее в Linux и не подумал, что... Ну, как бы, да, в общем, забудьте. Спасибо. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр Лябах и я вам расскажу, как с помощью проекта Checky.org можно сделать программирование на питоне, пока только на питоне, интересным, доступнее, продуктивнее и так далее. Итак, какие сейчас проблемы есть? Это получение лучшего решения. Вы, когда заказываете решение у какого-то фрилансера, то он вам сделает решение, входящее в этот бюджет, который вы ему выделите. А я предлагаю механизм, который вам позволит найти лучшее решение. Когда вы закажете решение задачи у сообщества. Сообщество, которое обменивается опытом друг с другом. Это онлайн-обучение, когда на питоне нет сейчас адекватной системы онлайн-обучения. Есть система, то есть есть документация какая-то, но нет какого-либо онлайн-обучения. И нет открытого рынка молодых специалистов. То есть если я вышел из университета, то я ноль. Мы предлагаем сделать из этого нуля что-то, что он может предложить работодателю. Итак, что предлагает Чекио? Мы пользователь может взять и пользователь может зайти и выбрать программу для решения. Причем программы эти очень разношоршенные. То есть это от просто система проверяет вы правильно решили задачку, там входные-выходные данные, до нужно написать искусственный интеллект, который выиграет у всех пользователей на портале в крестики-нолики. При этом вы можете написать эту программу, расшарить там этот, вон, поиграйте в мою игру. А заказчик может прийти и сказать мне нужен АИ для моей игры, там допустим. Или допустим есть программа, ну можно написать программу, которая играет в Тетрис. Допустим, и вы прямо пишете программу и справа видите, как она играет в Тетрис. Что получает пользователь? Что получает бизнес? Бизнес получает молодых специалистов. Ни для кого не секрет, что сейчас некоторые молодые специалисты на голову обгоняют тех спецов, которые сейчас сидят и зарабатывают космические деньги на своих зарплатах. а у вас есть молодой специалист, который стоит не дешево, а его просто нужно научить пользоваться технологией, которая используется у вас в системе. И у вас есть возможность дать задачу и пользователи будут обмениваясь опытом делать эту задачу лучше. А они